Беларусьфильм. Студия анимационных фильмов. По мотивам сказки Владимира Короткевича «Чёртов клад». Кому чёрт детей качает. В некотором прекрасном крае, чуть ближе солнца и чуть дальше луны, в краю, богатом золотыми нивами, прозрачными реками, синими озёрами и тёмными пущами, словом, в том краю, где мы с тобой живём, стоял, а может и теперь стоит, один дом. А жил в этом доме крестьянин по имени Янка. Здоровый, как зубр, добрый и не слишком мудрый. КОНЕЦ КОНЕЦ И было у Янки 50 сыновей, 40 балов и кошка. Ну, может, не 50 сыновей, а 3, не 40 балов, а 2, но кошка была. Уж это можете мне поверить. Пёстрая, с четырьмя лапами и одним хвостом. Пахал Янка землю, пас коров и облака, и жил бы совсем хорошо, если бы не свалилась на него беда. КОНЕЦ КОНЕЦ И облюбовал чёрт Янкин дом. И не то, чтобы со зла пакостил, а просто своевольным был. КОНЕЦ Не стало от чёрта покоя в доме. То по дымоходу прокатится, а потом в избе черно, как в печке. То хвосты валам свяжет, что потом не расчешешь. То молоко выпьет, то горшки побьёт. И все думают, что кошка виновата. А ночью в дымоходе, как завоет, мороз по коже. Такая жизнь началась. Одним словом, никакой жизни не стало. Не выдержал Янка. Надоели ему эти чёртовы проделки, и решил он забить избу досками и податься, куда глаза глядят. Покинув свою родину, тёмные пущи, светлые реки и чистые воды. И стало бы на Беларуси ещё одной крестьянской избой меньше, если бы не послышались однажды вечером на дороге чьи-то шаги. Шёл поводырь с медведем. Ходили они от села к селу. Поводырь песни пел, играл на цимбалах, а медведь показывал, как бабы воду носят, и как дети горох родут. И этим они с медведем кормились. Здорово, Янка! Не пустишь ли нас с Мишкой переночевать? Мне что, ночуйте? Только я сам туда идти боюсь. А что такое? Да чёрт у меня в доме завёлся. Пакостит, сволочь. В дымоходе воет, на горячих пирогах отдыхает, а временами, тёмной ночью, что-то под печкой, как жар горит. Жуть! Э-э-э! Хе! Не все такие дурни, как твоего отца, дети. Не бывало такого на свете, чтобы поводырь с медведем какого-то там чёрта испугались. Ну, иди, там и поужинаешь. В печке горшочек с пареной репой стоит. Ну, мы пошли! Спокойной ночи! Это было так давно, что в те времена на Беларуси ещё картошка не водилась. Сказать кому не поверят, вместо картошки парили репу или брюку. Так вот, только глухая ночь наступила, чёрт тут как тут. Вынюхал чёрт репу, а репу он очень любил. Жу-у-у-у! Чись, кись! Мяу! Выси, шалена! Ура-а-а! Мяу! Здорово, Янка! А чёрт! Пить надо меньше. Тогда никакие черти не привидятся. С тех пор, чертовы проказы, как нас трезвые. Только не думайте, что на этом история закончилась. Как-то ближе к осени пахал Янка свой клин под озимые. Ты куда это собрался? А? Куда-нибудь. А что у тебя еще та самая кошка? А как же? Ясное дело у меня. Еще и шестерых котят принесла. И все в мать. А как же? Все как один пестрый, с одним хвостом, с четырьмя лапами. Дались мне эти лапы. Эх, Янка, надо бы мне к тебе заглянуть. Нет-нет, на минуточку. Да видно, уже никогда не приду. Чего? Да так, закопал я у тебя под печкой горшок с золотом. Вклад, надо бы откопать. Но как вспомню твою пеструю, Пусть пропадает. Ну ты и того, когда совсем замерзнешь, приходи, туда все вспомним, репу сварим, деток покачаешь. Нет, кошки боюсь. А репу я теперь до самой смерти в глаза видеть не смогу. И на тот клад поставил Янка себе и всей округи, новые избы. И все, как звон. В каждой избе на окне корзинка, в каждой корзинке кошка, а у каждой кошки шестеро котят. Вот счастье так счастье. Да, чуть не забыл. С тех пор и пошла на Беларуси поговорка. Счастливому и черт детей качает. Автор сценария и режиссер Александр Ленкин, художник-постановщик Станислав Спиранский, оператор Юрий Мильтнер, композитор Андрей Леденев, директор Ольга Наприенко. Текст читал Владимир Сычкарь. Текст читал Владимир Сычкарь.